Здравствуйте! Сегодня у нас 19 июля. Тоже больше половины лета прошло. У нас, правда, конечно, лето, оно до октября. Ну, так, если половина лета уже прошло. Просто хочется поделиться. Ну, не то что радостью, а то, что как бы забрежил свет в конце туннеля. Ну, это так, по моему мнению. В общем, то, что мне кажется, что уже произошел перелом. Перелом не только в этой страшной ужасной войне. Теперь все уже понимают, кто победил. Уже доказывать не надо. Но мне кажется, что уже начинается ясно проглядываться перелом сознания людей. Почему я так решила? Ну, потому что, вы понимаете, я по своим одноклассникам сужу. Ну, там не только, конечно, мои одноклассники, там и с работы коллеги, и просто люди, которые меня смотрели. Вы понимаете, вот несколько человек мне, значит, писали гневные комментарии, они перестали писать их. То есть, ну, с начала года они уже вообще ничего не пишут. Пытаясь с ними, ну, пообщаться, они мне ничего не отвечают. Некоторые меня заблокировали. Так. И огромное количество вообще просто, как бы, никак не реагировало на меня. Вот. И, знаете, вот, буквально вот эти последние два дня, так это интересно, люди, вот, все эти люди стали возвращаться. То есть, они начали мне ставить лайки, начали писать мне какие-то комментарии. Вы заметили, кремлеботов нет. Вот вы и заметьте в одноклассниках, что кремлеботов больше нет. Нет Пригожина и нет кремлеботов. Хотя со мной все спорили, хотя даже подруга одна моя мне писала, что тебе везде мерещатся кремлеботы. Нет. Вы посмотрите, их нету. У меня, по крайней мере, нету их. Они все испарились. Раньше мне чуть-чуть хватало сказать что-то. Где-то лайк поставить, где-то там комментарии написать. На меня просто шквал их это. Кидались на меня и писали всякую хрень. Вы посмотрите, вот эту неделю у меня ни одного нет. Ни в одноклассниках нет, ни на ютубе нет. Нигде нету. И даже у меня, знаете, как было? Я напишу комментарий где-нибудь, ну, под видео совершенно. Так там даже на меня кидались. Они даже там меня обсирали. То есть как бы всяко обзвали. Меня там поломойкой, да и все. А сейчас даже вообще, знаете, сейчас такая тишина. И это доказывает, что это были купленные люди. Понимаете? Это были люди, они за деньги, они писали вам ложь, а вы в это верили, потому что вы думали, ну, не может же так много людей вот одно и то же писать. Но это были купленные люди, они специально. Почему я их так стала видеть? Ну, потому что они не заморачиваются. Они напишут комментарий и копируют, его копируют, и везде, ну, чтобы не писать, вот везде это суют, эту фигню. Ну, потому что как это отличалось? Например, видео там, я не знаю, про кошек, а что-то такое поставлено вообще, и даже не ко мне обращение. Ну, понятно же, что это кто-то такой скопировал откуда, даже видео не посмотрел. Ну, люди же всякие, я, конечно, не знаю, платили ли ему за это, но люди же разные, все хотят друг друга на Е, деньги получить. В общем, я так понимаю, что они вот этот прошлый месяц, ну, когда мятеж-то случился, они еще там сколько-то, ну, неделю, может, работали. Ну, когда работали, видимо, до конца месяца, и все. И вот все сейчас, ну, просто тишина, ну, никто мне никакие гадости не пишет. Вот. Хотя я вон сколько уже видео это выставила. Потом, ну, вот сейчас скажу, что вот в одноклассниках, прямо одноклассники стали с работы, начали писать мне. Ну, про этих, знаете, что я скажу? Эти просто боялись. Вот правильно, что в начале вот года Фейгин, значит, ну, кто еще Фейгин это говорил, Максим Кац говорил это, у кого я еще слышала это, ну, много блогеров, которые я смотрю, они все говорили, что люди молчат, потому что они боятся. Ну, просто боятся. И они все говорили, что люди, как только почувствуют, что правительство, то есть, ослабевает, то есть, как только они поймут, что все можно, ну, это уже не так опасно говорить, то люди начнут говорить, а это ведь всего лишь, вот вы поймите, что по чуть-чуть вы начнете говорить, и говорить, и потом и все начнут говорить, и потом это шквал, он понесется, просто все будут говорить, а всех ты ведь не посадишь, а власть-то ведь, она ослабевает, и она еще больше и больше будет ослабевать, а поддержки пригожинских троллей не будет. и вот то, что вот сейчас произошло с мостом, и то, что и людей бедных отправляют через Мариуполь, где идут боевые действия, где возможные, ну, эти вот поля заминированные, там шаг влево, шаг вправо же страшно, можно на мину наступить, которую же наши же и наставили эти мины там, то есть могут быть прилеты, может быть все, что угодно, и люди сейчас через это, вот знаете, уже вчера я смотрела там одного ну, не военкора, он не знаю, как сказать, даже не знаю, блогер, блогер, который освещает эти вот все события, он сказал, что люди уже там теряются, потому что эти, на территории, когда они туда въезжают, эти сотовые операторы русские уже там не работают, и у них вот эти вот дорожные карты уже все не работают, вот эти вот, и уже много людей, которые теряются, теряются, теряют дороги, а выйдут, они же не знают, что тут, ну, их могут по ошибке расстрелять, их, ну, не могут на мины, вот насколько вот люди глупые, что вот они поехали отдыхать, хоть это и было задарма, хоть это и было дешево, но ведь можно же, вот мне все время, когда я рассказывала про свою жизнь в Испании, мне все время говорят, ой, бесплатный сыр, только в мышеловке, так а вот это что, не мышеловка, что ли, получилось? Самая настоящая мышеловка. Я думаю, что в этой ситуации людям просто надо оставаться пока в Крыму и никуда не лезть, надо оставаться в Крыму, нельзя через этот вот Мариуполь ехать, это же опасно, еще и детей тащат, еще по дороге там заправок нет, а заглохнут, а машина сломается, не поесть там, не попить, там говорят это, ну, извините, разлагающиеся трупы, они же несут инфекцию, там дизентерия, там может все что угодно, всякие болезни, и люди туда все равно потащились, а вот, и знаете, вот я вот, почему это скажу, вот так происходит? Ну, потому что людям, не то, что им нравилось не интересоваться политикой, а просто люди, чтобы себя не травмировать, они находились в информационном пузыре, то есть, они находились в сладкой лжи, где им рассказывали, что мы самые сильные, мы самые, мы самые, с нами ничего не случится, нас все защищают, и они просто не выходили из этого пузыря, не выходили, они чуть-чуть вот там задевали, там что-то их задевало, они как, как это, руку отдергивали, как обжигались, типа, мы не будем там ничего смотреть, это нас не касается, это нас не коснется, у нас все круто, ведь они вот там сидят на пляже, их в Крыму вот сейчас спрашивают, они все равно продолжают нести эту вот чушь, что армия у нас самая мощная, типа, с нами ничего не случится, ну и что, что мост подорвали, и сидят все равно вот, вот, сами себя утешают, мне кажется, знаете, что, как это происходит, эти люди, они внутри себя боятся, конечно, боятся, они же не идиоты, чтоб не бояться, но они себя вот, они раз так вот привыкли себя утешать, и они вот начинают обратно себя запихивать в этот пузырь, что нет, все хорошо, нет, все хорошо, не может быть ничего плохо, ну то есть, вот какой-то инстинкт самосохранения у людей вообще отшибла эта пропаганда, видимо, я не знаю, не то, что они там не думают, критически думают, они не хотят думать, они хотят, потому что, начни думать, это же волосы дыбом встанут, волосы же дыбом встанут, и еще, еще они не понимают, что, мне кажется, вот это наше правительство специально вот туда нагнало народу, специально, чтобы потом вот этим количеством, ну, этих людей шантажировать Украину, что, типа, Украина же не будет стрелять по, ну, это же беженцы получится, это же будут бежать люди там, гражданские, по ним же Украина не будет стрелять, это же только наши такое умеют делать, вот, и они вот, вот они пустили вот этот поток туристов, заманили там дешевыми путевками, там не знаю, чем заманили, и они думали, что они так спасут мост, но они не спасли его, украинцы, у них тактика, они хитрые очень, они не нашли момент, и они все-таки уничтожили мост, а мост уничтожен, это неправда, что говорится по телевизору, нам тут по телевизору показывают страшные картинки, там обрушили, обрушился пролет, это восстанавливать, это надо просто там, я не знаю, это месяцы, чтобы это восстановить, а им по телевизору говорят, что полотно только немножко, да где, какое полотно, там эти опорные столбы, на них трещины, это же в любой момент все вообще может рухнуть, туда, там нельзя ехать, даже и на поездах там нельзя ехать, ну, потому что если пролет рухнет, такие, поезд же тоже рухнет, вот, и вот это мое такое мнение, что, ну, людям нравилось вот жить в таком ощущении, что мы сами самые великие, и опускаться, и вот это все-таки понимать, что никакие мы самые невеликие, и мы такие же, как все, мы такие же, как все, с чего мы велики это, с чего наша страна-то великая, я не понимаю, какой бренд наша страна, изобрела за эти 23 года в правлении Путина, с чем мы можем похвастаться, ведь посмотрите, пропаганда только хвастается тем, что, что сделали наши отцы и деды, а мы-то что сделали, мы-то что сделали, при тех, вот, вот сами вот вы подумайте, при тех бешеных деньгах, которые сыпались, этих нефтедоров, ну, что такого страна наша сделала, ничего, мы превратились, то, что мы просто закупаем, все вплоть до гвоздя, до трусов, то есть, уничтожили, мне вот тогда писали, вот, типа, это, это, говорит, при Ельцине все уничтожались, эти заводы, да как это при Ельцине, если наш мотосовод, в 2004 году, при Путине, был закрыт, если, и жмаш, столько долго у нас существовал, при, и, вот, в начале войны, в начале войны начались там проблемы, автозавод тоже закрывали, ну, как это вот, я не понимаю, ну, ведь достаточно зайти вот в гугл, там, в этот, википедию, вы откроете, посмотрите, сколько уничтожено у нас предприятий, а сколько на севере, там, просто брошенные города, целые стоят, показывают, брошенные города, это же вот вообще страшно, ну, нет, лучше вот сидеть, вот, в этом, в сладкой, вот, вате сидеть и думать, нет, у нас все хорошо, нет, я ничего не буду говорить, вот, я что-то скажу вдруг, а вдруг что-то мне как-то повредит, а вдруг мне будут, это, даже люди, которые, вообще никто не угрожает, они все равно сидят, чего-то боятся, вот, вот, ну, кого арестовывают, арестовывают людей, которые на улицу вышли, арестовывают каких-то вот там, журналистов, которые видны в общественности, ну, покажите, где кто простого человека, где арестовали, тем более сейчас, сейчас, когда, там, смотрите, уже бунтуют эти, эти генералы, уже бунтуют, когда Гиркин уже вовсю призывает к смене режима, ну, кто вот сейчас на вас будет смотреть, кто, там у них, это, такая идет, это, вверху заварушки, не до людей сейчас, вообще, совершенно не до людей, они там, они там, как пауки в банке, грызут друг друга, ну, это же видно, ну, это же, невооруженным глазом, даже вот, без всяких там, как, фейки, до сих пор, до сих пор люди пожилые, до сих пор на все отвечают, что это фейк, да, как это такое может быть, да, как до сих пор, или вот настолько люди сидят, вот эти пожилые, они, видимо, в телевизоре сидят, вот, я, знаете, даже вот, слышала от некоторых моих знакомых в России, которые они, а мы не будем интернет смотреть, потому что интернет от дьявола, вот это же, как вот вы не понимаете, что вам телевизор специально это говорит, потому что они больше всего на свете боятся, что вы зайдете в интернет и посмотрите правду, что вы поймете, что с российской стороны, два, три, четыре видео, каких-то дурацких, постановочных, которые всякие, ну, любой человек поймет, что это постановка, в интернете видео, реальных событиях, миллионы уже, миллионы, разве можно сделать миллион фейков, ну, вот, вот вы подумайте, каждый человек на Украине, они все, все снимают сейчас, они, каждый шаг, все они снимают на телефон, и они все это выкладывают, ну, ну, какой Голливуд, ну, ну, это же невероятно, ну, не может быть, ну, ну, сколько у вас там этих постановок, какие-то мальчики в трусиках, какой-то там это, вы посмотрите, даже у Пригожина, даже есть видео, как он кувалдой людей убивает, как это нормально, что ли, в вашем, человек Пригожин, убивающий людей, то есть, когда зашли, это, освободили часть, что они последние, это все завоевывали, Артем, Артемск, по-вашему, Бахмут, Бахмут, украинцы, кстати, уже какую-то часть Бахмута освободили, и они нашли, прямо это вот было видео, что там лежал человек, из этого, из Вагнера, и он обезглавлено, ну, то есть, ему голову отрубили, а как это, что украинцы, что ли, сделали, это вагнеровцы, это его, значит, это так казнили, и представляете, и человек шел, считай, на Кремль, по дороге сбил самолеты, убил, четыре экипажа там, и ему все вернули, его не то, что посадили, ему вообще все вернули, и еще его отправили, ему еще условия создают, да как это вот сидеть, и после этого считать, что все нормально, и после этого ехать в Крым, я, я не понимаю, я не понимаю какой-то, какой настолько дебилизм у людей, какой-то странный, единственное, вот единственное, что я считаю, что людям, которые сейчас находятся в Крыму, не выезжайте вы из Крыма, никто вам ничего плохого не сделает, никто вас там не будет не убивать, ничего, ни головы не отрубать, сидите вы лучше там в Крыму, сидите и ждите, когда все это, а что теперь делаешь, ждать это, ну, нельзя сейчас ехать по другой дороге, через Мариуполь, ну, там вообще, это верная смерть, туда ехать, я не знаю, да ничего, они вот врут вам по телевизору, что они вам что-то обеспечат, да, они своей армией ничего обеспечить не могут, что они вам-то обеспечат, ничего они вам не обеспечат, но посмотрите, вранье же кругом, оно если везде вранье, так оно и там вранье, ведь это по дороге вы поедете, вдруг у вас машина сломается, где вы ее будете ремонтировать, вдруг вы заблудитесь, там вообще на минное поле вы едете, тут вообще страшно, сидеть надо в Крыму, и не надо никуда ехать, надо сидеть там вот все, ждать развязки событий, ну я не знаю, ну сейчас вот это, все вот опять как это, все как стадо баранов, как какое-то, все сразу ломанулись уезжать, а когда ехали туда, а детей за собой потащили, как вот это может такое быть, я вот крайне возмущена, крайне возмущена, видимо вот только таким способом, вот как Фейгин вот говорил, вот пока самим по голове не прилетит, они видимо думать не будут, ну так оно вот и получается видимо, так и получается, ну ладно, вот я такое вам видео сегодня записала, ну я не злорадствую ни в коем случае, я наоборот думаю, что все-таки на самом деле начинают люди просыпаться, или хотя бы даже понимают, что надо открывать рот и говорить, все нельзя больше молчать, ну нельзя больше молчать, что вы будете молчать, вам дальше будет плохо, что вы заговорите вам больше, так лучше уж наверное заговорить, ведь хотя бы сказать свое мнение, не сидеть, это каждый, каждый ведь замкнулся в себе, каждый с другой, я со своей подругой с детства разговариваю, все сидят на работе, никто с друг другом не разговаривает, так, у всех это настроение, вот вообще видно, вот это витает над головой, говорит ужас просто, ну все, все до людей дошло, ну просто они боятся рот открыть, осталось только вот переступить этот барьер, и все, и начать говорить, это нужно все последнее больше, ну хотя бы вы говорите, никто вам не говорит, идите с это, что-то делать, ну хотя бы вы рот откройте, что вы с этим не согласны, что вы не верите в то, что в Украине были какие-то нацисты, и что Украина хотела напасть на ядерную державу, ну это же просто какой-то бред, как вообще можно в это верить, как ему, это сумасшедше только может в такое верить, и все вот это вот Зеленский наркоман, вот я чат-рулетку смотрю, чучой Зеленский, да Зеленский президент другой страны, какое вам дело до президента чужой страны, занимайтесь вы своей страной, почему все время лезете и смотрите, а вот там Иран, а вот там что-то было, а вот там при царе, грех, все что-то какую-то историю роют, копают, роют, а там что было, так что мы сейчас живем, мы живем сейчас, и жить надо сейчас, а не то, что там когда-то было, и самое главное, нам спасти уже планету, нам самое главное уже осталось, не то, что Россию спасти, уже планету надо спасать, от нас самих, Но как вот это непонятно? Как непонятно? Как одна дура такая, говорит, зато нас теперь, говорит, все уважают. Сейчас говорит, что нас зато теперь все уважают. Где она это взяла? Где она это взяла? Кто нас где уважает сейчас? Да это... Ну ладно. Ну вот так вот я поделилась с вами своими размышлениями. До свидания. Пишите комментарии. Не молчите. Ну переступите в этот страх. Да никто за вами следить не будет. Там сейчас такое пригожинских троллей нет. Ну кто за вами сейчас будет следить? У нас миллионы. Что можно с нами сделать с миллионами? Вот вы сами подумайте. Вы посмотрите вот в этом во Франции, когда их много. Чего с ними могут? Ничего с ними не могут сделать. Так и с нами тоже никто ничего не сделает. Не сделают. Злитесь, не злитесь вы. Ну... А то, что мне все время начинают писать, а что ты там сидишь, это... Приезжай, типа, и выходи. И что я одна выйду? Что толку? Что толку, что я одна выйду? Надо, чтобы все население вышло. Причем тут я? Я выходила. Я в 90-е, когда жила, в 90-е, я выходила. И знаете, вот вы когда говорите про страшные 90-е, так 90-е, по сравнению с тем, что сейчас творится, просто вообще, можно сказать, был рай. То есть в то время мы ходили на профсоюзные собрания. Мы писали петиции. Мы требовали. Мы выходили на это... На митинги. И нас никто не бил палками. И никто нам не угрожал. Так какие же 90-е страшны. Да, был голод. Но... Да, голод страшно было. Но то, что сейчас происходит, это просто же безумие. Это даже не страшно. Это сюрреализм какой-то. Это безумие. Безумие, то, что сейчас происходит. Ну ладно, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok